На самом деле данная проблема уже обсуждалась с присутствующими спикерами, тем, кто также бьется за стартап. Проблема экологии в сегодняшний день, она одна из актуальных. И хотя в России принято говорить о том, что дураки дороги, как правило, да, у нас проблемы, но есть проблемы поактуальные. Кстати, к строительству дорог мы позже вернемся, тоже можем об этом поговорить. Но хочется сказать, что наш проект направлен на создание единого комплекса, который будет выполнять функции защиты экологии и производства энергоносителей нового поколения. Потому что сама проблема, она не только состоит в загрязненности окружающей среды, но и также ограниченности запасов традиционных энергоресурсов. Прежде всего добыча, производство и транспортировка которых также наносит сильный урон окружающей среде. На сегодняшний день к решению данной проблемы мы видим создание единого экоэнергетического комплекса в виде мощностей по переработке твердых отходов, получения генерации энергии от переработки отходов, производства энергоносителей нового поколения, таких как биодизель, биогаз. Сейчас идея не новая, она уже присутствует в ряде стран, в основном европейских, но для России это также будет актуально. Мы осуществляем деятельность свою сейчас по оптовым продажам традиционных энергоресурсов. И наработав определенную клиентскую аудиторию, можем сказать, что наш продукт также может быть востребован среди них, в особенности среди предприятий B2B сектора. Итак, суть решения я обозначил, это единый экоэнергетический комплекс. Мы будем защищать окружающую среду от массовых скоплений мусора, будем перерабатывать в полезные продукты, в энергию. И также у нас состоит сейчас концепция, продукт находится в разработке, это создание нано-поглотителей углекислого газа из воздуха. Проблема такая присутствует, например, в одной из областей, в одном из субъектов Российской Федерации Нижегородской области. Собственно, откуда мы приехали и там мы свою деятельность осуществляем, говорить о том, какой грязный город Дзержинск, я думаю, не стоит. Там, собственно говоря, мы хотим реализовать данную миссию, которая будет актуальна как в свете переработки отходов традиционных, твердых, бытовых, так и уже непосредственно по переработке промышленных отходов, где концентрация промышленных предприятий достаточно высокая. По рынку, если говорить о традиционных энергоносителях, в совокупности о продукции продаваемых, то есть он такие цифры имеет. Дальше. Что касается нашего позиционирования и положения в рынке, мы себя петендуем на лидерство, потому что на сегодняшний день мы предлагаем бизнес будущего, актуальность которого не будет переставать иметь место даже и через 5, через 10 лет, потому что лидеры рынка, это производство традиционных энергоносителей, загрязняющие окружающую среду, мы готовы прийти им на смену, собственно говоря. Какие конкурентные преимущества, также можно здесь ознакомиться с презентацией, она будет уже подробным местом дана, мы это будем использовать. Сейчас в текущей стадии мы находимся, имея определенные финансовые результаты, но тем не менее у нас есть цель достигнуть оборота 3 миллиарда рублей, клиентов не менее 100. В настоящий момент наш проект находится на стадии проработки производственной площадки в городе Дзержинске и Жигаросской области. Мы хотим создать завод по комплексной переработке отходов, батареек, резинотехнических изделий, строительного мусора, от которого полезная продукция получаемая может также реализовываться в рамках государственных, национальных проектов, строительстве дорог, а также снабжение ряда городообразующих предприятий. То есть команда у нас ключевые участники. К инвесторам мы обращаемся за финансированием в сумме 100 миллионов рублей. Эта сумма необходима для обновления производственных мощностей, для закупки оборудования, а также для разработки нашего нового нано-продукта, связанного с поглощением углепислого газа из воздуха. Соответственно условия будут являться, мы рассматриваем вхождение в долевое участие в проекте, готовы лично обговаривать таковое. Но относительно возврата мы видим срок 60 месяцев. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мои данные. Фотографируем контакты. Инвесторы, эксперты, зрители все голосуют. Ставят баллы данному проекту.